Но только в теме краевой экономики сегодня интересовался совсем другой вопрос. Зарплаты топ-менеджеров никто не контролирует, как и расходы компании, занимающиеся энергетикой края. Сегодня счетная палата официально рассказала депутатам ЗАГС Собрания о финансовых результатах проверки деятельности компании Крэг, во главе которой стоит Кузичев-младший, а его отец в свое время курировал энергетику в нашем регионе. Василий Кузичев сегодня первый раз держал ответ за миллионные расходы предприятия перед депутатами и журналистами. С подробностями Юлия Мавшевич. Наверное, многие хотели бы прикоснуться к человеку, который получает миллион восемьсот. У нас есть к вам пара вопросов, и сегодня все о плохом. А жили-то вы, в принципе, неплохо все эти годы. Может быть, ответите нам на вопросы? Василий Михайлович, с выводами счетной палаты. До свидания, до свидания. Ну почему же вы так неохотно сами думаете? Я не буду давать. Вы зарабатывали миллион восемьсот. Нет. Вы не зарабатывали таких денег? И премии себе не выделяли? Нет, себе я ничего не выделял. Сам. От проверки счетной палаты еще никто не ушел. Это Василий Кузичев, генеральный директор Красноярской региональной энергетической компании. Компании, созданной краевыми властями, чья деятельность вызывает вопросы. Проверка счетной палаты о работе Крека уместилась на 66 страницах. Вывод один. В проверяемый период ни РЭК края, ни Министерство энергетики и ЖКХ не осуществляли контроль за обоснованностью затрат КРЭК, включаемых в необходимую валовую выручку, а также за реализацией его инвестиционной программы, что отнесено нами к недостаткам системы управления. КРЭК во главе с Василием Кузичевым занимается энергетикой в 34 муниципальных районах края, а его отец Михаил Кузичев, будучи замом губернатора, в свое время курировал всю краевую энергетику. Это просто факт. Фактом является и то, что 17 миллионов рублей компании КРЭК были потрачены на праздники и спортивные мероприятия. Более 2 миллионов ушло на вип-обслуживание в аэропортах, 63 миллиона на спонсорство и благотворительность, и 42 миллиона на строительство учебно-тренировочного полигона. Сауны, бильярдом и зоной для барбекю на 20 человек. Хотя выручка самой компании снижалась. Что касается снижения нашей выручки, это не наше решение. Если вдаться опять же в историю, то этим снижением компенсировалось отсутствие поднятия тарифов для населения. То есть, когда необходимы были дополнительные деньги, не поднимали тарифы, а снижали выручку КРЭК по миллиарду в год. На личные финансы Кузичев не жаловался. Согласно данным той же счетной палаты, за 2013 год гендиректор энергетической компании получил 20 миллионов рублей. В месяц это около миллиона 600 тысяч рублей. Андрей Августинович, директор государственного центра транспортной логистики, которому КРЭК формально подчиняется, и на которого возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, нашел, что ответить. Вот вы, когда устанавливали уровень оплаты труда менеджмента, вы на что ориентировались? На рынок. Вот Селик Николаевич рекомендует ориентироваться на зарплату губернатора. А рынок вы на чью конкретно зарплату ориентировали? Я хочу знать информацию, с какого рынка вы получили. У меня нет ответа. Вот все то, что происходит сейчас, не надо делать большие глаза. Оно делалось с полного равнодушия, а точнее одобрения людей, сидящих в другом здании. Оценку финансовой деятельности энергетической компании должны дать правоохранительные органы. А к весне 2015 года КРЭК хотят перевести в акционерное общество, чтобы попытаться сделать работу энергетиков прозрачнее. Юлия Мавшуч, Виталий Суботин. Новости ТВК.